Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала! Значит, после покатушек вылезла неприятнейшая такая болячка, да? Подшипник из обоймы сместился в сторону. Сейчас вот раскачиваю рулем. Видно, да, как балка гуляет. Сейчас будем эту проблему устранять. Каким образом? Путем добавления обычного джигулевского шарового. Ставить буду вот сюда, снизу прикручивать. Здесь вырежу отверстие, поставлю, кину раскосы. Такой кусочек пластины нашел. Разрежу ее по диагонали. Для чего? Для того, чтобы она как раз по ширине трубы. Приварить вот так наискось треугольником сюда и сюда. И к этой пластине уже приварю вот это вот ухо крепежное. Вот таким вот образом, чтобы это все снималось. Так, это отверстие я искал нужную мне точку. Я заварю. Здесь кину косынки дополнительно, чтобы увеличить вот эту площадь опоры. Здесь, в принципе, то есть вот эти тяги, да? Как раз они к косынке и зайдут, нормально будет. Вот так, чтобы уже сюда не возвращаться. Что мне это даст, да? Когда я добавлю шаровый. Во-первых, не будет вот этого смещения. Подшипник будет стоять на месте. И, соответственно, будет стоять обойма на месте. Не даст качения со стороны в сторону, да? Которое вы сейчас видели. Вот. Это будет тоже держать этот шаровый. И вот это вот качение колес туда-сюда тоже, кстати, будет держать этот шаровый. В общем, ничего сложного. Доработаем. Так. Сейчас, значит, что я буду. Двигатель сниму. Все это сниму, сниму, сниму. Сниму также же это стойку рулевую. И отстегну вообще эту переднюю полураму от задней полурамы, да? Будем так говорить. Хотя это не переломка, но это две разные рамы. Одна выше, другая ниже. Никаких проблем нет. Откручу здесь болты, да? Здесь ступицы снимутся вниз. И всю эту конструкцию на верстачок. И спокойно там переверну, как мне надо. Буду обваривать и сверлить, чтобы там не лежать снизу под ним. Не сидеть на корточках, да? И не смотреть там, не заглядывать с маской со сварочной. В общем, сделаю это все культур-мультур на верстачке. Так что, как-то так. Что еще? Перегнул, перегнул, значит, вот эту ручку, которая сидение. Вообще не мешает, даже удобно. Перегнул кулису. Она торчала в эту сторону. Перегнул в эту. Обрезал сам рычаг, который ставится. И вот такой вот декоративный, деревянный, очень удобный ручку поставил. Все это вывел на центр. Здесь у нас, что тут у нас? Конь. Огонь. Конек. Горбунок. Это прям как в сказке Ершова, да? Лишь игрушка, горбунок. У него вертелся ног. Хлопал радостно ушами, да приплясывал ногами. Вот сейчас как раз-таки эти ноги мы ему и подрихтуем. В общем, хорэ-ля-ля. Погнали разбирать. Итак, все лишнее пока удалил. Снял рулевую стойку, колонку, тяги. Вот оно, кстати, все лежит. Все это очень просто снимается. Снял один шаровый от рулевой и все остальное открутил. Даже включая вот эти сошки. Поэтому никаких проблем. Все это сделать быстро. А быстро почему? Потому что гайковерт рулит. Так, теперь сейчас откручиваю, приподнимаю, ставлю на донкрат, откручиваю ступицы. Снимаю вместе с колесами. Колеса даже откручивать не буду. Вот. Раскручиваю раму и на операционный стол. А нижнюю раму я подрежу немного. Немного подрежу вот до вот этого, будем говорить, уголка опорного подшипника. Ну, не знаю, может не ровно, а именно чуть-чуть возьму, наверное, сантиметров пять. Побольше. У меня здесь перекрой. Сейчас вам скажу. Перекрой рамы. Сколько тут? Сорок сантиметров. Поставить на ровненько. Вот. Сорок сантиметров. Поэтому, если я подрежу, ничего страшного не будет. Даже до болтов не дойдет. Болты стоят дальше. Поэтому их... Неких проблем. Для чего я подрезать буду? Чтобы крылья, будучи здесь, которые будут поворачиваться, до верха они не достают при качении на вывернутом колесе. А вот сюда могут доставать. Поэтому для своего же удобства и в дальнейшем, чтобы это... Пока я вот это буду делать, как раз таки есть возможность это все дело поправить. Все. Сейчас выкидываю. Откручиваю. И прямо вот как есть, вот она прикрученная. Туда. Там поправим. И начнем заниматься. Ну, все равно ее придется откручивать. Но на данный момент она... Не мешает вообще никак. Все. Погнали. Раскручивать дальше. Так. Решил я все-таки первым делом отстегнуть балочку. И поправить подшипник. Все. Сейчас поставил на место. Даже не разбирал. Так. Выстучал. Вот. Вырезал. Два вот таких... Такой же трубы взял. Два таких уголка. Будет вариваться вот сюда. Вот таким вот образом. Не знаю, зачем я это делаю. Но сделаю. Чтобы уже сюда не возвращаться. Ну, как-то поставлю. Их подгонял. Уже не помню какой откуда. Так. И заварить надо. Раз, два, три с этой стороны. И три с той стороны. Где их отверстия. Ну, и зашлифовать. Понятное дело. Все. Занимаюсь этим. Итак. Заварил, значит, верхнюю вот эту полураму. Проварил там изнутри. Не знаю там, как показать. Все это еще горячее. Короче, тут проварено. Тут проварено. И поставлю дополнительно сюда кусочек металла. Чтобы держало вот этот угол, где крепится рулевая колонка. Потому что он тоже, мне кажется, такой ненадежный. Короче, распорочку кинули. Все, с этим разобрались. Это здесь косынки вот эти вварил. Лишнее позаваривал. Все замечательно, как и не было. Так, что здесь? Здесь отрезал лишнее. Вот они, эти запчасти. Отрезал. Короче, они 5 сантиметров. А больше. Взял оттуда, замерил. Ровно 70 как раз выходило. Пересверлил отверстия новые. Пока было скручено. И все. И лишнее отрезал. Вот этого 100% хватит. Прямо, я не знаю. Ну, снизу. Вот до этого уголка. А сверху уже конкретно. Ну, пускай будет так. Все. Сейчас-то собираю. Прикручиваю балку к раме. И начинаю уже вымерять, где у меня станет шаровый. Все там, все эти дела, моменты. Короче, в общем, врежу сейчас шаровый. И покажу, что оно примерно должно получиться. Так, ну, поваривал заодно здесь. Здесь еще, пока не была возможность, внутри тоже попроваривал. В общем, культур-мультур. Так, балку прикрутил уже наглухо. Старый пыльник шарового. Для удобства. Чтобы отметить, где у меня будут отверстия. Все. То есть, сейчас отмечаю, просверливаю, рисую все это дело. Не знаю, или буду высверливать, чтобы аккуратно было. Что-то резаком не хочу выжигать. Сделаю его аккуратненько. Вот. В общем, просверлился болгарочкой, миллиметровым диском. Пасек. Там центр прорезался. Сейчас мы его сюда выломаем и обработаем все это дело. Так. Значит, просверлил. Все это обработал напильником. Пишаровый. Замечательно становится. Вот как надо. Отлично. Все. Сейчас его прикручиваю. И будем варивать сюда раскосины. Предварительно выставлю балку ровно. Чтобы оно у меня все было зафиксировано. Будем так говорить. Вот такая вот штука. Так. Распустил полосу по диагонали. В общем, сейчас буду примерять и как-то, 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 как-то вариться вот до вот этого пятака. Так, прихватил. Прихватывал вместе с установленным съемником. На всякий случай, чтобы не залезть на лишнее, как говорится. Ну, чтобы можно было снимать это все спокойно. Все, снимаю. Сейчас обвариваю. Итак, значит, ничего не получилось. Запамятовал я совсем, что шаровый центр шарова должен находиться на уровне узла качения, подшипника. Что-то я поспешил и совсем-совсем забыл. Так что можно было вот это вот все дело и не вырезать. В общем, вымерял, высчитал сколько надо. Это три гайки вышло и шайбуха. Вот как раз вот здесь вот расстоянием 2 сантиметра 7 миллиметров. Именно до центра болта. В общем, попытка номер два. Привариваем вот эти вещи вот сюда. И посмотрим, что получится. Так, ну, поднимал я на гайки. Видно было, да? Теперь не захотел я все-таки переделывать вот здесь что-то. Наваривать, доваривать, изменять вот эту раму. Не захотел я. В общем, выход есть. Кусочек трубы, подходящий по диаметру. Отрезал нужную мне вышину. Но вот так вот она, допустим, не становится. Поэтому вот напильником сбил вот этот острый край внутренний. И прекрасно все становится до конца. Вот. Из этого шар уже из этой трубы не выйдет. Сейчас я ее выставляю шаровый. Притягиваю вот эту трубу. Притягиваю трубу. Переворачиваю и изнутри обвариваю. Все. Будет аккуратно, симпатично и красиво. И потом после этого можно просто, я думаю, притянуть болтами. Вот эта часть не даст ему никуда сдвинуться абсолютно с места. Итак, вварил я трубу. Все, она стоит здесь. Шва нету. Весь шов остался вот он внутри. Очень даже хорошо. И очень даже удобно. Все, сейчас собираю здесь. Собираю ступицей. Ставлю все на место. Это буквально тут полчаса делов. И посмотрим результат. Все это тоже готово и остыло. Итак, собрал я весь этот, все эти узлы, кроме двигателя. Чтобы было видно. Если поставить двигатель, то не очень, конечно, удобно. Все, перестало все качаться со стороны в сторону. Что так, что так. Перестала рулевая гулять на этом краю. Упор работает хорошо. В общем, все это теперь дело выглядит спереди. Вот таким образом. Здесь доступ до болтов закручивал гайковертом. Отсюда же все есть. Косынки стоят. Все стоит. Внутри рамы по-прежнему ничего. Кроме болтов. Вот так вот проблема решилась. Сама собой. Теперь шаровый не даст обойме сдвигаться. Двигаться произвольно не даст. Соответственно, качаться так и не даст качаться так. В общем, очень нужная штука этот шаровый был. Потому что это очень узко. Вот такая вот штукенция. Ладно, на этом буду заканчивать. Дальше ничего интересного. Все по-стандартному. Прикрутил на четыре болта двигатель. Накинул ремни и все заработало. Все. Всем пока. Понравился видос, ставьте лайки. Не понравился, а дизлайки. Комментируйте. В общем, С вами был Санек. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.